Всем привет! Меня зовут Олег Шин. Я являюсь шеф-поваром Handroll Bar Koba и бренд-шефом онлайн-ресторана Naomi Sushi. Сегодня мы с вами будем готовить традиционный японский мисо суп. Для того, чтобы приготовить мисо суп, нам потребуются следующие ингредиенты. Зеленый лук, тофу, приправа хондаши, мисо паста темная и светлая. Я использую два вида мисо пасты. Можно приготовить просто на одной, на светлой желательно. Грибы шитаки. У нас здесь два вида грибов. Свежие и сушеные. Мы будем сегодня готовить из свежих грибов. Но если вы не найдете свежие, можно приготовить из сушеных. Для того, чтобы приготовить из сушеных, их нужно предварительно подготовить. Грибы нужно замочить в воде, минут 10-15 отварить их и остудить в холодной воде. А потом уже можно их использовать. Стружка тунца банито, водоросли вакамы, кунжут, соус мирин, мед и водоросли комбу. Для начала нам нужно приготовить бульон даси. Это будет наша основа для мисо супа нашего. Для того, чтобы приготовить бульон даси, нам нужно предварительно промыть водоросли комбу от солей. Смыть солесник под проточной холодной водой. После того, как промыли водоросли, сразу их опускаем в воду в сотейник или в кастрюлю. Добавляем приправу хондаши. Я использую из расчета на литр воды 10 грамм бульона хондаши и 10 грамм водоросли комбу. Ждем закипания. Как закипит, мы поварим буквально минут 5-10, чтобы водоросли отдали весь свой вкус. Бульон хондаши очень часто используют в японской кухне. Это рыбный концентрат. Подготовим водоросли вакамы. Нам нужно их замочить в холодной воде. Тоже их предварительно нужно будет сполоснуть. Наберем холодную воду и оставим их. Наш бульон закипает. Мы его поставим на медленный огонь. Поварим еще минут 5, для того, чтобы водоросли полностью раскрылись и отдали свой вкус и аромат. Тем временем подготовим мясопасту. Нам потребуется часть темной мясопасты и часть светлой. Я добавляю немножко меда. Вы можете не добавлять, если у вас аллергия на мед есть. И немножко соуса мерин. Да, очень многие рестораны используют либо светлую пасту, либо темную. Мне нравится использовать два вида мясопасты. Они очень хорошо межсово балансируют. То есть светлая, она более легкая, она придает супу насыщенный вкус. Темная, она более потяжелее, она придает вкусу соль. Больше соли. Если вы будете использовать один вид пасты, то рекомендую готовить из светлой пасты. Но потом с добавлением немножко соевого соуса. Так, наш бульон готов. Отключаем плиту и засыпаем стружку тунца. Даем настояться. Все, плиту отключили. Стружку тунца засыпали. Все, бульон настаивается минут пять. Тем временем, обратите внимание, наши водоросли вакамы впитали воду, разбухли. Я рекомендую воду сразу сливать, отжимать, потому что чем больше они будут стоять в воде, они всю эту воду впитают, тем больше они разбухнут. То есть мы не до полной готовности их доведем, потому что я добавляю это потом при приготовлении в суп еще. В супе еще поварим. Подготовим пока ингредиенты для супа. Вот у нас шитаки предварительно помыты. Обрезаем ножки. Я добавляю свежий шитаки, использую в сыром виде. То есть я завариваю кипящим бульоном шитаки. Шитаки, как шампиньоны, можно есть сыр в сыром виде использовать. Тофу нарезаем кубиками. Я использую японский тофу. Вы можете, если не найдете, использовать наш отечественный тофу. Но я рекомендую отечественную тофу поварить предварительно, потому что он требует определенных действий. Японский он очень нежный. Наш отечественный тофу я рекомендую проварить минут 10 в кипящей воде, остудить, а потом уже предварительно нарезать кубиками. Так, наш бульон готов. Нам нужно его теперь процедить. Обратите внимание на цвет нашего бульона, такого чайного, цвета зеленого чая. Готовую мясопасту мы будем процеживать через сито, вваривать в бульон ее. Количество мясопасты вы добавляете на свой вкус. Кому-то нравится более насыщенный суп, кому-то нравится полегче. То есть здесь вы можете сами регулировать вкус супа. Так, добавим немножко водорослей вакамы. Они придадут свой вкус супу. Тем временем начнем сервировать гарнир для супа. Так, у нас здесь нарезан тофу уже. То есть количество вы тоже кладете на свое усмотрение. Грибы шитаки, водорослей вакамы немножко. Потому что у нас в супе еще есть зеленый лук нам понадобится. Так, доводим суп до кипения. Когда мы ввели мясопасту в наш бульон, то есть доводим до кипения. Долго варить не нужно, потому что вода выкипает, а соль остается. И у вас вкус очень сильно может супа поменяться из-за этого. Поэтому просто доводим до кипения и отключаем плиту. Гарнир в супе вы можете дополнить любой рыбой. Если у вас есть семга, уголь, краб, креветки. Это все можно положить в суп как гарнир. Я рекомендую есть вообще заказывать суп, если вы в ресторане, к сушам, к роллам. То есть есть суши, роллы и запивать мясо супом. Это прям очень вкусно. Либо же есть мясо суп просто с отварным рисом. Так, наш суп готов. И вот свежие шитаки я прям вот завариваю кипящим бульоном. Я добавляю еще белый кунжут. Если вы его не любите, вы можете этого не делать. В Японии этот суп подают даже, готовят даже на завтраке. Это очень полезный и питательный суп. Очень полезен для пищеварения. Потому что продукт готовится из ферментированной соевой пасты. Готовьте, экспериментируйте. Рецепт под видео. Приятного аппетита! Рецепт под видео. Продолжение следует...